Доброе утро, девочки мои! Решила начать новое видео. Снимаю еще пока не открывая окошко, потому что у нас на улице прохладнело. Вообще вот эти дни последние было тепло. Ну, 19 вчера было, но все равно кофточка, как бы легкая футболочка. Но сейчас немножко потихонечку начинает холодать, но не сильно. Небо сегодня, видите, такое облачное-облачное. Ну, ничего, люди так еще в кофточках. Я смотрю, ветра нету. Тихо на улице. Окно у меня чистое. Посмотрела дочкин влог и решила окно свое тоже помыть. Ну, мне это мыть его легко. Открыла и помыла. Так, ну что, я открываю окошко, вылазим, носик свой высунем. Ой, как свежо, хорошо. Классно. Птичек, слышите? Я слышу птичек. Ветерочек есть такой небольшой, но не сильный. Это хорошо. В общем, свежо, но не критично. Можно еще пока теплую куртку не надевать, я думаю. Все, цветочек полила, побрызгала. Вообще, он у меня уже хорошо так подрос. Вот эти вот листья большие, это уже все свежие листья. Это вот они уже летом, ну, в конце лета у меня повылазили. Летом я вам показывала, были такие опущенные листочки, видимо, от жары. А потом уже, когда вот жара такая сильная спала, и, кстати говоря, я там и листочки обрезала, и вот эти вот ветки, они там уже длинные вытянулись, пообрезала, до почек. Вот это вот уже из почек вот повылазили, и вот еще вылазают, видите. Вот еще вылазают. Ну, это я смотрела в интернете, как надо. А, кстати, кто спрашивает, кто интересует, это гортензия. Это широколистная гортензия. Ну, вот такой цветочек у меня. Я сегодня заварила себе на завтрак овсяночку, как обычно, кофею попиваю. В общем, готовлюсь. Через час мне за Настей идти. Еще раз доброе утро, девочки мои. Я сейчас только что посмотрела влог дочки. Я уже поймала себя на том, что я, когда ее влог посмотрю, вот она меня как-то воодушевляет начать новое видео. Я уже, наверное, около недели не снимала. Нет, поменьше. Ну, почти неделю, наверное, не снимала. Ну, как в предыдущем видео, я вам сказала, что немножечко подлечусь, получше себя буду чувствовать, и тогда уже продолжила съемки. Ну, в принципе, получше уже себя чувствую. Ну, уши немножечко еще заложены, но улучшение есть, и это улучшение чувствую каждый день. К сожалению, просто оно медленнее идет, чем мне хотелось бы. Еще немного заложенность ушей есть. А так, в принципе, все уже нормально, я себя хорошо чувствую. У меня, кстати, дочка вчера в гостях была с Деней, но так как я влог не снимала, я ничего не сняла. Посидели, чайку попили, пообщались, поболтали, в общем, все нормально. Ну, а сейчас у меня что? Сегодня Настю забираю я со школы, ну, и потом пойдем ко мне, как обычно. Вот. Но так как у Дени бабушка вторая, она уже уехала, то она порядочком все время находилась. Но сейчас надо будет иногда мне и с Денечкой тоже побывать. Поэтому надо, чтобы здоровье у меня было, в первую очередь. Я, девчата, сейчас уже решила видео начать, снимать, как бы, но я сама сильно мелькаю. Видите, я даже губки сегодня не подкрасила. Сильно мелькать не хочу, потому что, во-первых, вот эта стрижка у меня уже отросла. Но так как у меня, видите, я не знала, когда в отпуск пойдет моя мастера, я заблаговременно не подстриглась. Может быть, если бы я знала, в какой период она будет в отпуске, я, может быть, перед отпуском ее подстриглась бы еще. А тогда, когда уже я позвонила записаться на прием, они сказали, через две недели она будет. В общем, короче говоря, пока что я хожу, у меня уже все везде лезет, все уже поотросло вот это вот. Но уже через три дня все-таки мне на стрижку уже как раз по записи пойду. Вот. Так что немножко надо потерпеть. И мне и вам. Ну, вам-то все равно. Мне так... Не, так вроде выглядит вроде не нормально, не сильно прям жутко. Но по ощущениям, мне кажется, что такая шапка уже на голове. Вот. Так что погодка у нас еще пока держится нормальная. Ну, вот смотрю, я сегодня посмотрела, следующая неделя уже на пару градусов ниже. Вот эта неделя у нас 18-20, вот плюс-минус там 2 градуса. А следующая неделя будет уже 16-18. Ну, и также ночная температура там уже плюс 7, вот плюс 8 такая. Сегодня вот плюс 8, было прохладненько, я уже форточку закрыла. Вот. Ну, ощущение осени, как бы оно есть у нас, но не такое, конечно, как я вот в новостях смотрю. У кого-то снег выпало, у кого-то там какие-то градины, сугробы, там еще что-то такое. В общем, там сильные дожди, лога, но у нас как-то так дождик, ну, раз, прошел вроде такой, не сильный, ну, так, нормально, не сильно там, беспокойный такой. И потом опять тепленько. Вот. Даже душно. Вот вчера выходило, позавчера выходило даже душно. Вот. В кофте мне даже жарко было. Вот. Так что у нас, по прогнозам, вроде бы октябрь еще такой, как мягкая осень называется такая. Бабье лето, вроде как говорят, уже оно как-то прошло, но оно вот в таких температурах, не знаю, обычно, обычно, знаете, похолодает, потом бабье лето, как островок такой. А сейчас оно плавненько. Раз, раз, и тепло, тепло, и тепло. Оказывается, бабье лето уже как бы вот. И все, кстати говоря, о погоде. Все, ну, сейчас я теперь собираюсь, короче говоря, сейчас кашку поем, туда-сюда собираюсь, и пойду за Настюлей в школу. Все, девочки, вышла я на улицу. Погодка вот так вроде бы тепло, и солнышко еще, даже тень немножко отдает. Не сильно ярко светит, но нормально. Здесь затишье, ветра нету, и хорошо, комфортная погодка. Мне так нравится вот эта клумбочка. Такие всякие разные растения, цветочки симпатичные растут. Все время прохожу, любуюсь, камушки там. А я каждый раз собираюсь на улицу, смотрю на градусник, высовываю носик, прогноз погоды, все посмотрю. Что надевать, каждый раз не знаю. Ну, посмотрела, 15 градусов, думаю, прохладненько. Перестрахуюсь на всякий случай. Думала, одеть футболку, кофточку, потом думаю, нет. А вдруг ветер подует, я тогда замерзну. Могу усугубить свое состояние. Так что я решила. Я смотрю, трава тут еще зелененькая. Она, кстати, ее недавно стригли. И она растет, смотрю, такая свеженькая. В общем, у нас еще нормальная погода. Где-то сугробы по колено. До минус 20 доходит где-то температура. Ну, на севере, там, Магадан, Якутия. Бедные люди. Октябрь месяц. Еще только в начале. А уже у людей прям зима-зима полноценная. Вот. Ну, а я пока, видите, наслаждаюсь кайфом. По погоде такой. Хорошо, что есть повод прогуляться. Вот в школу, например, за ребенком сходить. Это повод. Я с удовольствием выхожу, иду за Настей в школу. А так бы не было бы повода, может быть, и без надобности не вышла бы и не прогулялась. А в общем-то, я оделась нормально. Здесь сейчас вышла на аллейку, где солнышко светит, но ветерочек дует. И, в общем-то, мне нормально, комфортно. Мне не жарко и не холодно. Хорошо. Я смотрю, деревья желтеют местами уже. Листика больше стала желтеньким валяться. Прямо золотая осень, что называется. Вот это и есть. Да. Вышла я на аллею. Вот, кстати говоря, вот эта вот аллея. Там, видите, сколько листьев. Там еще прошлогодние листья, но их никто не убирает на этой аллее. А тут, видите, уже желтеет. Вот так вот. Небо, смотрите, какое красивое. Небо красивое. Листики желтеют. Хорошо. Да. Осень. Приятная такая пора. Вот эта приятная пора мне как весна нравится, когда уже тепло, хорошо, расцветает все. И вот эта осенняя пора мне нравится за то, что тепло, еще не холодно и уже нету вот этой духоты, жары. Я тоже люблю вот так пройтись, полюбоваться. красотами, листиками. Солнышко еще светит, но не печет. Прям комфортно, кайфово. Смотрите, как красиво смотрится. Даже вот обычное, обычное утро, обычная лейка. И все равно все симпатично смотрится. я иду по тенечку и тут хорошо. Вот немножечко стоит по солнышку пройтись. Солнышко припекает, жарко. Кстати, говорят, что это за кустик такой? Я смотрю, тут какие-то ягоды, видите? Ну, это какие-то дикие, наверное. Ну, тем не менее, интересные такие, кустарные. классные. Я уже приближаюсь к школе. Сейчас мы у Насти узнаем, что новенького в школе. Я всегда у нее спрашиваю, мы когда с ней идем домой, я всегда спрашиваю, что новенького сегодня в школе было, что новенького ты узнала, чем вас кормили, спрашиваю всегда, что ты ела, понравилась тебе еда или нет. Бывает, она ест все с удовольствием, довольная, а бывает, что-то не ест, что-то не нравится. Вот люблю, как желтеет клем, как-то он интересно всегда желтеет, такие листья интересные. Я смотрю, у нас тут вообще высажены всякие разные деревья, разнообразные. Есть ели, есть березы, липа, клен, тополь, ну еще всякие какие-то другие, которые я даже не знаю, паштаны. Посмотрю, уже там родители из школы собираются, встречают первоклашек. Забрала я Настю. с таким трудом прощается она с подружкой все время. За одной партой сидят, но никак не могут распаститься друг с другом. Прямо, опечали... мы ее не изучали, мы ее как-то забыла, как это называется. Но мы вчера ее поняли, нормально. пописали, пописали ее. мы ее пописали. И что я хотела сейчас сказать, что сегодня нам завтра мы, короче, будем тесты писать. Но это не тесты, это такие проверочные, что-то там такое. Ну, типа такие листики, и там будут разные задания. Проверять ваши знания. Да, да. Хорошо. Что у вас сегодня давали покушать? Печенку в картошке. Вот запеканка печенка с картошкой? Да. Нет, а прямо вот как бутерброд. А, как бутерброд? Только мне она не понравилась, я ее не ела. Я вообще печку не люблю. А что ты ела? Чай попила с хлебушком. И все? Да. Вот. Короче говоря, надо кушать уже и печенки, и мясо, все надо есть. Вот это вот. Ну ладно, думаем, что мы их поедем. Поедим, друзья, найдем, что поесть. Ладно, в общем, ничего больше мы никого особо не было. Сегодня мы решили с Настей омлетик покушать, с сосисечкой, с помидорчиками. Приятного аппетита. Все, мы с Настей покушали, я ела то же самое, что она, омлетик. Вот, а мороженое мы купили в пятерочке с Настей. Вот это, кстати говоря, просто хочу сказать, из всех, там, которые я перепробовала, пломбиры, вот этот более-менее сарафаново называется, пломбир, ванильный, 12%, и здесь и глазурь вкусная такая, прям шоколад настоящий вроде, и пломбир сам по себе вкусный. Доброе утро, девочки мои, день следующий, погодка сегодня хорошая, ветра совсем-совсем нету, ну, градусники сейчас 14 днем, до 17 градусов будет, но говорят, у нас уже бабье лето началось, вроде бы месяц этот должен быть теплым, но я вчера еще заметила паутинку тут на веревках, вот она, паутиночка, паутинка полетела, значит, точно бабье лето. Решила я на завтрак себе сделать вот такую вот яишенку, калбасу, помидором, и у меня картошечка одна была, вареная, в мунделе, и, в общем, залив сейчас яицом все это дело, такая будет у меня вкусняшенька, еще я такой завтрак сделаю, иногда вот так балую себе, иногда лень что-то делать просто, так, вот, сейчас залью, где-то клещенька, все, а вот если бы у меня еще была зелень, я бы сверху еще зелень посыпала, но зелень я бы что-то вчера не купила, хлебушек с маслом, с сыром можно намазать, и чайку, потом все это, или копейку, запить, все, скоро буду кушать, вышла я девочки из дома, решила сходить в магазинчик, мне сегодня от Насты забирать не надо, вот, ну и кое-что, там надо картошечку купить, фикс прайс хочу заглянуть, там тоже кое-что нужно купить, в общем, пройдемся, погода хорошая, думала, что надевать, футболочку надела, кофточку, и мне хорошо, ветра нету, несмотря на то, что 17 градусов, ну прям тепло-тепло, хорошо, кайф, решила я спуститься сначала в фикс прайс, так, возьмем корзиночку, и пошли, так, что тут у нас новенького, на этом стенде я смотрю, что-то к Хэллоуину вроде как товар лежит, маски всякие, вроде до Хэллоуина еще далеко, если не ошибаюсь, о, тут видно порядок, наводят, так, ну я тогда сильно тут не буду ходить, о, какая сумочка интересная, ничего там, ничего не написано, но тем не менее, выглядит нормальненько, еще другие цвета есть, а сколько же такая сумка, сумка стоит 349, в общем, понятно, ну, что такая нормальная сумочка, вот так вот выходить куда-то, так, сегодня что-то людей мало тут, и это мне радует, так, сейчас я хочу посмотреть, что тут, есть ли простые карандашки, появились ли, какой-нибудь наборчик простых карандашей, не вижу, ручки вижу, карандаши не вижу, карандаши увидела по 79 рублей, вот такие, три карандаша, ну, что-то с насадочкой какой-то, не, я хотела обычные, но нету, ладно, так, вот я смотрю, влажная туалетная бумага, 79 рублей, вот с такой закрывашечкой мне нравится, она долго сохраняется влажная, не сохнет, а если брать, например, такую обычную, с пленочкой закрывающейся, вот такие салфетки быстро сохнут, так, вот моя кашка, 7,80, цена такая же, яблоко изюм, яблоко клюква, яблоко абрикос, три вида, как всегда, сейчас возьму, всего по чуть-чуть, так, салфетки взяла, кашку взяла, кепочки еще продают, вот я еще люблю посмотреть, вот здесь вот, кухонные, какие-нибудь новые штучки, иногда интересные, продают набор пробок для бутылок, это мне не надо, не, сейчас не буду покупать, о, сетечка 50 рублей, вот такие, вот эти вот пробочки, наверное, получше, с дозатором, три штуки, стоят 39 рублей, не с крышкой, по-моему, дочка брала, они вот эти вот хрупкие, они могут лопнуть, если что, но вообще вот, удобно, ладно, это вот есть напастное масло, не знаю, взять, не взять, я в раздумье, пока что думаю, напастное масло, удобно такое взять, но не знаю, пока не знаю, что тут еще такого хорошего, такой вот какой-то наборчик, интересный, и, конечно, цены здесь стали неинтересные, раньше тут были интересные цены, заходишь, всякие интересные штучки и недорого стоят, а сейчас заходишь, штучки есть интересные, ну, что-то на цену посмотришь, и как-то не очень-то хочется брать, нет, конечно, если что-то очень нужно, но другое дело, а это что такое, карандаш кулинарный, 59 рублей, это как, интересно, интересно, а, это крем удавливать, все понятно, это для кулинаров, я не кулинар, ничего не пеку, мне не надо, так, ладно, вроде ничего такого особо новенького, интересненького, пока не вижу, идем дальше, так, ну, что тут в посуде нового, мне такое впечатление, что здесь стали мало особо нового чего-то завозить, потому что я даже не часто стала заходить сюда, фикс прайс, но такого прям принципиально нового особо не вижу, ничего интересного, вазочки, большие кружки, какая интересная штука, вот эта двойная кружка, чтобы не обжигаться, так, ладно, идем дальше, в общем, в принципе, я по списку взяла, по списку у меня была каша и влажная туалетная бумага, носочки тепленькие такие, по 49, беленькие, с начесом внутри, это вообще шерстяные, прям теплые, такие носки люблю, но только мне вот эти пупырышки, что-то не нравятся, раньше были без пупырышек, они были получше, так, ладно, раз уж я здесь, пойду мороженое посмотрю, есть мое мороженое, так, эскимо сливочное, с миндалем, все есть, цена 39,50, не изменилась, смотрите, ножницы для филировки, 199 стоит, такого я тут не видела раньше, вот если дома самим стричься, получается так, самим себе филироваться, влетела в пятерочку, по-быстренькому все покидала, ну там, собственно, картошку я взяла, рожки и яйца, больше ничего, и уже вышла с магазина, вспомнила, что я же видео снимаю, влог снимаю, забыла снять, ладно, ничего страшного, так, что у нас тут, сегодня хорошая погода, выставили на улице, вчера на улице они не выставлялись, а что у нас арбузы сейчас, просто любопытно спросить, сейчас узнаю я, так, сушеная, вяленая рыбка, вот, фрукты, цены нету, надо все спрашивать, вот, огурчики 150, можно чуть-чуть взять, ну так, фрукты, фрукты, помидоры, любые, на выбор, какие хотите, хоть зеленые, хоть дешевые, и подороже, ну все, девочки, взяла я, огурчики, по 150 рублей, ну я так обычно, беру немножко, по полкило, машина тут ездит, а арбуз стоит 25 рублей, я что-то не стала его брать, мне кажется, что этих арбузов, уже в этом году наелась, даже не хочу, вот, так что сейчас, я могу компот сварить, у меня на компот есть фрукты, а вообще, чай, кофе, молочко люблю сейчас топить, каждый день молоко пью, иногда кефирчик, в общем, короче, не стала я брать арбуз, в жару, конечно, арбуз, это самое то, когда кушать не хочется, арбуз, прям с холодильника, самое то поесть, а сейчас как-то так, и не жарко, поэтому без арбуза, я прекрасно обойдусь, вот, рассыпная картошечка, хорошенькая, я там выбрала себе, недорогая, а что-то я на цену не глянула, недавно смотрела, ну, недорого вообще она стоит, взяла там килограмма, три, наверное, и хватит мне пока, так что все, иду домой, отдыхать без зеленчика, смотреть телевизор, ну, и не знаю, что я сегодня готовить, буду или не буду, может быть, даже и не буду сегодня готовить, доброе утро, девочки мои, день следующий, сегодня я смотрю, погода такая же хорошая, как вчера, прохладненько, сейчас 12 градусов, днем будет до 21, на этой неделе еще, ну, выходные еще будут тепленькими, пошла я готовить, я сегодня решила приготовить плов, так, а что я не включаю вот эту вот, мультиварку, я всегда в мультикухне готовлю плов, потому что, все-таки, ну, казана у меня нету, да, в казане, наверное, было бы лучше, может быть, ага, так, наливаю маслица, там пару столовых ложек, вот, я на глазик наливаю, 2-3 столовые ложки, и все, начинаем морковку, лучок резать, морковку, лучок, вообще, когда, по рецепту, там надо вообще 2 морковки, 2 лука, ну, ребенок не очень-то любит, морковку она не любит, лука много тоже нет, поэтому я делаю, как для себя, и для ребенка, так-то она плов ест, ну, чтобы там не было много морковки, вот, сегодня за Настей иду, значит, и время как раз у меня есть, для того, чтобы сейчас в мультиварку закинуть, ну, она успеет приготовиться, конечно, до моего отхода, а вообще, удобно даже то, что можно закинуть, включить, и идти, и как раз, она сама и приготовится, сегодня я буду делать плов с курочкой, куриное филе бедра, без кожи, без кости, лишние жирки пообрезаем, оно и для меня диетическое получается, и для Насты тоже будет, куриное все-таки филе, мягче, чем свинина, в итоге получается, так, у меня все, практически все подготовлено, я уже рис помыла, два, два стакана мерных, так, пол-литра налила, ну, вообще, три стакана мерных воды, но это получается, как раз, пол-литра, я уже налила, в чайничке, скипятила, все, окей, сейчас вот эти жирки, лишние, видимый жир, как говорится, пообрезаем, и все, будет готово, у меня, и небольшими, вот такими, вот кусочками, порежем мясо, вот такими, небольшими, все, мясо у нас, закрылось, потушилось, я выключила режим жарки, будем продолжать, все, я всыпала рис, залила водичкой, соль, перец, и приправа для плова у меня, и пару зубочков чеснока, тоже, вообще, можно больше, но для ребенка много не надо, все, закрываю крышкой, ставлю режим плов на 45 минут, вышла я, девочки, иду за Настей, погодка хорошенькая, не знаю, вечно, что надеть, 16 градусов, думаю, одевать теплую, я вообще, ну, раз, теплую раз, надела, потом парюсь, сегодня надела так, эту легкую, эту теплую, нормальненько, хорошо, хорошо, нет, когда погодка хорошенькая, оно, вот и настроение хорошенькое, солнышко, я помню, зимой солнца вообще очень, очень не хватает мне, жду весны, для того, чтобы на солнышке чуть-чуть погреться, у нас все-таки, очень солнечная, ну, летний сезон, скажем так, весна, осень, ну, бывает дожди немножко, в основном, солнечные дни, а вот, зима у нас, в основном, пасмурные дни, солнце редко выглядывает, и балует нас, своими лучиками, все, плов я приготовила, ничего уже готовить сегодня не буду, кстати, уже не дождусь, когда на стрижку, девочки, но на стрижку я записалась на завтрак, правда, это не попадет в это видео, я сегодня уже видео заканчивать буду, но зато в следующем видео, я уже думаю, что вы меня увидите подстриженной, неужели я дождалась, вот так вот бывает, собралась на стрижку, позвонила записаться, а мне сказали, только через две недели она будет, и вот эти две недели уже, это уже просто, на стрижку же я записываюсь, когда? Тогда уже пора стрижься, а получается, что еще две недели, вот это вот терпеть, вы видите, что с моим пикселем приключилось, быстро очень отрастают волосы, кто-то даже завидует, пишут, завидую вам, что быстро волосы отрастают, а я хочу сказать, что, вот если вам сделали хорошую стрижку, например, мне бы хотелось, чтобы она как можно дольше оставалась, а если она очень быстро отрастает, что ж хорошего, приходится чаще стрижься, и чаще тратить деньги на стрижку, поэтому не знаю, что в этом хорошего, вот так, а вообще, как бы там ни было, завидовать это нехорошо, плохое это дело, я, например, никому не завидую вообще, что завидовать, не понимаю, мне что хочется, то я и сделаю для себя, зачем завидовать, нужно довольствоваться тем, что есть, быть при этом счастливым человеком, так, здесь что-то шумно, машинки разъездились, сейчас чуть-чуть на олеечку заверну, ой, как хорошо, я иду наслаждаюсь, я просто понимаю, что это уже последние теплые деньки, не знаю, может быть, еще до конца месяца, хотя я уже посмотрела, вот, во вторник, например, уже через несколько дней, дождь пойдет, и температура снизится, днем будет до 12 градусов, ночью, по-моему, до 6 вообще, это же холодно, это уже надо будет куртку надевать такую, осеннюю прямо, уже в кофточке будет холодно, так что потихоньку, потихонечку, но снижается у нас температура, но все равно у нас все-таки хорошо, 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 неразлучные подружки, ну, мы решили подружку проводить до дома с Настей, погода хорошая, прогулочным шагом, она сегодня одна, потом пойдем домой, всем привет, сегодня месяц после школы, сейчас я с моей подружкой, мы попросялись только что, сейчас я иду, мы идем домой, и там уже будем делать, все хотим, всем пока, я послушала учительница, там сказала, что они сегодня проходили, как это, он, она, оно, вот это вот, я думаю, ничего себе, первоклассники еще только начали учиться, уже такое проходит даже, да, ну, конечно, интенсивнее учеба, чем было в наше время, ну, сейчас мы с Настей поиграем в слова, да, например, она, какие слова Настя знает женского рода, а потом мужского рода, среднего рода, ну, поиграем в такие слова, девочки, ну, я хочу на этом, в общем-то, закончить видео, чтобы его там сильно не затягивать, поскорее, чтобы вы увидели, потому что у меня уже там сколько, сколько дней уже я не выкладывала, привет, вот, ну, чтобы вы уже увидели, посмотрели, что все в порядке со мной, ушки у меня уже слышатся, все уже получится, чувствую прекрасно, и все, пишите комментарии, кому видео понравилось, лайки ставьте, и все, до новых встреч, всем пока-пока, до новых встреч, Субтитры подогнал «Симон»